Эта торговая точка находится в Джимите по пути на пляж. Необходимых атрибутов официальной торговли здесь нет вообще. У головы потребителя отсутствует. Гражданское лицо без каких-либо документов на осуществление данного вида деятельности торгует алкогольной продукцией. Мы сейчас изымем алкогольную продукцию, составим протокол по статье 14.1, части 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И протокол будет отправлен в суд. И дальнейшее действие уже будет произвести в суде. Изъято порядка 300 литров продукции. При оформлении документов присутствует иностранный гражданин. От комментариев отказывается. Говорит лишь, что владельцем не является, а товар ему привозят. О происхождении напитков ничего не знает. На коробках отсутствуют акцизные марки. Обязательный атрибут. Продукцию продавали за 140-160 рублей за литр, что необычно дешево для виноградного вина. Все это вызывает определенные подозрения, но точный состав жидкости определяют эксперты. На фоне большого числа легальных заводов, которые находятся на территории Краснодарского края, некоторые люди часто на территориях своих домовладений, либо в каких-то складах налаживают производство, где путем, различным путем, добавлением добавок различных примесей в виноматериал, либо в спирт производят алкогольную продукцию, которую в дальнейшем реализовывают в магазинах и рынках города-курорта Анапа. Если вина владельца изъятого товара будет доказана в суде, то его оштрафуют на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Также суд вправе конфисковать весь товар или его часть. С начала этого года из незаконного оборота в Анапе изъято более 50 тонн алкоголя. В администрации города-курорта говорят, что борьба с незаконной торговлей алкоголем – один из приоритетов. Свои рейды проводят в управлении торговли. За ситуацией на местах следят органы территориального местного самоуправления.